Университетские смены в Московском государственном институте культуры продолжаются. На этот раз поделиться жизненным и профессиональным опытом к участникам образовательной программы приехал народный артист России, певец Олег Газманов. Я хочу сказать, что для меня это непривычно, такая аудитория. Я обычно выскакиваю в клубах дыма в большом зале, начинаю петь, со мной все поют и дальше я отмокаю от концерта, еду дальше. А сейчас нужно будет говорить по-честному. По-честному приходится отвечать на самые разные вопросы. Не скрывая любопытства, будущие абитуриентки первым делом просят Олега Михайловича рассказать, правда ли, что музыкой он стал заниматься ради девушки. Вокруг нее жужжали такие мужчины, что у меня никаких шансов не было. Потом мне показали гитару, и как-то я заиграл, и выучил песню, как сейчас помню, песню Джани Маранди, почему-то. Я на итальянском ее, значит, выучил, не понимая ни одного слова. И когда я в компании, значит, после какого-то там соревнования, значит, заиграл, я ей обратил внимание, что она на меня так стала поглядывать. Ну вот с этого момента все это началось. Рассказал народный артист России и о своих первых песнях. В 1568 году как раз в 10 классе сочинил песню, которую до сих пор пою почти на всех новогодних и коньках. Это удивительно. Песня 55 лет. Песня называется, припев наверняка вы знаете. Белый, белый, белый снег, ветер запрещает. В этом году исполняется 55 лет, как я на сцене. За полвека на сцене чего только не было. Ребята спрашивают о самых ярких моментах карьеры, которые навсегда остались в памяти артиста. В 2005 году на Поклонной горе, по данным ГУВД города Москвы, собрались 1 миллион 300 тысяч человек. Если бы я знал, что так будет, мы бы официально устроили рекорд Гиннесса. На тот момент это был самый большой концерт на открытом воздухе. Он делился с ними историями из жизни, рассказывал о семье, друзьях, давал советы и наставления. А после признался, был крайне удивлен таким интересом к собственной персоне. Я видел, как меня принимали, но это же тоже не заставишь их так делать. Значит, я им нужен. А раз ты нужен, значит, ты должен расшибиться в лепешку и сделать, чтобы эти ребята что-то получили, какой-то опыт. За последние три года, отмечает певец, молодежи на его концертах прибавилось. Пожалуй, это говорит лишь об одном. Ребятам стали близки настроения песен и музыки народного артиста. Если два года назад я предупредил, что, скорее всего, что уйду после 70 на пенсию, то теперь нет. Теперь меня не отпускают. В свои 72 он, как и 10, 20 и даже 30 лет назад продолжает зажигать на сцене. Олег Газманов выступает с такой отдачей, что сидящих в зрительном зале не остается. Все танцуют и в такт с артистом поют слова песни, которую наизусть знает вся страна. Песни – это хорошо, но какое же выступление Олега Газманова без прыжков на сцене? Довольная публика фотографирует и благодарит артиста. Встреча с Олегом Газмановым стала для ребят не просто диалогом с известной личностью. Большинство из них признались, не думали, что один человек может так зарядить целый зрительный зал. Университетские смены – отличная возможность подготовиться ко взрослой жизни и настроиться на дальнейшее профильное обучение. Помимо встреч с известными людьми, для участников программы организуют лекции и семинары, занятия по профориентации. Я художник и была очень счастлива, когда была на университетскую смену сюда, в Университете. Я планирую сюда поступать на графического дизайнера. Я очень рада такой возможности узнать студенческую жизнь здесь, познакомиться с такими же творческими ребятами, как я. Депутат муниципального совета Артур Каримов отмечает, для детей это уникальный шанс и все, кто прошел отборное участие, приобретут незаменимый опыт. Для меня лично, как для депутата, это одно из направлений патриотического воспитания нашей молодежи. Самая главная задача – это чтобы наша молодежь закалялась патриотически, знала все, что рассказывает старшее поколение, не забывала все, что было во времена Великой Отечественной войны. Впереди еще несколько дней университетских смен. Встречи в Московском государственном институте культуры продлятся до 14 августа. Андрей Липанов, Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.